На нашем проекте Татьяна Навка и Алексей Горобьёв просто боги танцпола. Если не верите, можете спросить у бога виноделия Таша Сыркисяна, у богини студентов Марии Кожевниковой, или у бога оценки 5.9 Фаруха Розематова. Прогресс виден невооружённым глазом, понимаете, но не в ту сторону, в которую хотелось бы. И это печально. Нет, ты скажи то, что ты мне сейчас раздевалки говорил раньше, чтобы зрители были свидетелями. Таня, ты самая лучшая фигуристка на Земле, я полный отстой. Ты мой сенсей, я ничтожество. Нет, не самое главное, главное скажи. Ты грандиозная. Нет. Я полное чмо. Что ты обещал делать? Я обещал тебе. Поступки. Мужчина поступками должен доказывать, правильно? Я обещал тебе, что я буду тебя теперь всё время слушать. Раз. Долгите и зрители. И может быть, Алексей наконец-то будет меня слушать, исполнять всё, что я от него требую. Я уверена. А я требую. Она требует. Хорошо, но требую. По-доброму я требую. Очень по-доброму. Я очень. Она самый добрый человек. Я самый отрицательный человек на Земле. Новый номер у нас, мне кажется, что он другой. Немножечко того, что мы делали. Это здорово. И он очень сложный, в то же время очень красивый. Если всё получится, как мы задумали, то мне кажется, что людям будет интересно это смотреть, и они получат эстетическое наслаждение. Мы готовы получать эстетическое наслаждение. Татьяна Навка и Алексей Воробьёв танцуют под песню Рианны, Unfaithful, Неверный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот по жизни таким женщинам, как Татьяна Навка, не изменяют. Это нужно уж совсем ничего не соображать, чтобы променять её на кого-то другую. Она королева. Честно говоря, понятно, что эта пара, чем бы она ни занималась, на льду ли, на танцполе, они всегда будут лидеры. Да, я с вами полностью согласна. Татьяна действительно королева, и это действительно пара лидеров, на мой взгляд. И я бы хотела сказать, что был танец, был дуэт, ни одного пустого места, всё было заполнено. Потрясающий стиль, вкус этой пары просто определяет всё. И, конечно же, эта находка с водой очень было интересно. На одном дыхании, на одном дыхании прошёл номер, мне хотелось, чтобы он не заканчивался. Я их поздравляю. Это очередная победа, наверное, этой пары. И не могу сказать о ком-то отдельно. Я говорю пара. Потому что это действительно было. Молодцы! 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 Всё, было очень. Я просто боялся за поддержку, кричащуюся. Думаю, сейчас... Ну, просто... У меня так упало, у меня теперь... Браво! Какой же ты молодец, за поддержку. Я боялся. Думаю, сейчас... Ну, ты... Татьяна Навка, Алексей Воробьёв. Россия. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Инги Борга. Слово тебе. Это, конечно же... Очень эффектный номер. Но я должна признаться, что даже если бы в конце не было этого прекрасного водоплескания, я всё равно бы поставила 6-0. Потому что... То, что я видела до этого, было блестяще. И завораживающее, и... Прекрасное, и пластичное, и что... Вот любые комплименты, которые вы из меня хотите извлечь, пожалуйста, они ваши. Спасибо, Инги Борга. Фаруха, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, много ли вы видели в своей жизни номеров, танцевальных номеров в воде? Наверное, не так много в мире номеров, что касается балета. Но были несколько номеров. Обычно это достаточно опасная вещь. И сегодня, глядя на замечательное исполнение Татьяны и партнёра замечательного, было опасение, когда в конце начались довольно непростые поддержки. Дрогнуло сердце, но ребята справились. И я думаю, что это говорит о том, что что-то им помогает ещё. Какие-то высшие силы. Поздравляю. Молодцы. Спасибо, Фаруха. Татьяна Анатольевна, я вижу, вы не терпите. Я в первой половине, вот каждое движение это ловила. Просто я боялась на четверть секунды пропустить. Потому что это всегда, всегда интересно, всегда изобретательно, всегда с возрастающей энергией, но ещё и всегда очень музыкально. Потому что я через них сегодня узнала эту певицу. Это было действительно 21 веком. А за вторую часть немножко волновалась, потому что то, что сказал Фарух, это чуть-чуть опасно. И эта опасность, когда ты стоишь в миллиметре на горе от того, что тебе можно упасть, она придаёт ещё больше ощущение вот этой и динамики, и сложности, и интересности. Пусть это не лёд, но даже здесь на поддержку вниз головой, ну, так скажем, не каждый олимпийский чемпион будет рисковать своим здоровьем, шеей и своей головой. Потому что жизнь только начинается. И я тебя с этим поздравляю. И тебя, Лёша, которого я полюбила на всю жизнь, да, поздравляю с тем, что вы рискуете. Таня, ты знаешь, вот я наблюдаю за тобой, наблюдаю, много уже времени наблюдаю. И сегодня я маленькую одну тайну твою разгадала. Можно поделюсь со зрителями? Ты всё делаешь так, как будто ты это делаешь последний раз в жизни. И если сейчас будет точка, или что-то вообще просто, ну, земля разойдётся под тобой, и пусть, потому что в этот момент ты счастлива, и ты вкладываешь туда себя целиком. Я отгадала. Ты отгадала, Настя, потому что действительно то, что я делаю, я получаю колоссальное удовольствие. Вообще, что мы все ребята здесь сегодня такие счастливые, что мы занимаемся своей любимой работой. За это получаем деньги, получаем от этого огромное удовольствие и радуем всю страну, всех своих поклонников, зрителей. Дорогие зрители, спасибо вам большое за то, что вы нам даёте такую возможность. Ты правда ещё и деньги получаешь за это? А я думаю, почему она ещё не ушла из этой пары? Я думаю, уже в конце концов, любая бы не вытерпела, бросила. Она осталась, деньги, почему понятно? Скажите, пожалуйста, вот то, что вы сегодня здесь во время программы танцевали в воде, это был экспромт? Вы не репетировали в воде? Абсолютно экспромт. Мы до последнего, я не знала вообще, устаю я, не устаю. И я плюхнулась в эту воду, и уже творила там чего, сама не знаю, но, по-моему, всё получилось здорово. За тебя волновало, за Лёху нет, потому что я видела, насколько он счастлив, просто как ребёнок в этой ванне. Гусят ему только ещё надо... Дело в том, что у меня дома душевая кабина, ванны нет, поэтому, когда я вдруг вижу воду, я сразу такое удовольствие от этого получаю. Но я, правда, я волновался не меньше, чем Таня, честное слово. Серьёзно, потому что тут просто плюхаться в воде, когда я вдруг понимаю, что сейчас мне придётся её через себя поворачивать, потом ещё на себя таскать, и я уже, когда впрыгнул в воду, думаю, ёшкин кот, думаю, вот сейчас будет весело. Но получилось всё, и хорошо. Да, ёшкин кот, как травмы-то твои? Скажи мне, ёшкин кот. А в таком номере вот я вообще про всё забываю, серьёзно. Да, я плюхнулся раз на колено, я это прям вот как сейчас, вот сейчас начал понимать, потому что он начал болеть немного, но там это настолько неважно, это я получаю огромное удовольствие. А ты иди ещё раз, Таня. Сейчас я сделаю. А, подожди. Отлично. Зачем я это сказала? Зачем, что тебя писала? Спасибо. Развития. Спасибо. Хорошо.